Первое сентября уже не за горами, а многие родители до сих пор в поисках всего необходимого для школьной жизни своих детей. Как оказалось, подготовить ребенка к занятиям в этом году задача не из легких. Цены на канцелярские товары и школьную форму значительно выросли, что создает дополнительную нагрузку на семейный бюджет. Рюкзаки с любимыми героями мультфильмов, стильные пеналы, наборы цветных карандашей – все это привлекает внимание детей. Но сегодня собрать ребенка в школу – удовольствие не из дешевых. А если в семье двое или трое детей, то это еще сложнее. Поэтому родителям приходится выбирать между желаемым и необходимым. По словам продавцов, торгующих на Арбате, цены здесь ниже на 10-15%, чем в других местах. К примеру, рюкзак со всеми школьными принадлежностями для первоклассника обойдется всего в 5000 тенге. Но если родители пожелают, то могут купить и подороже. Скидки делаем малоимущим. Мало того, мы помогаем. У нас коммерсанты, которые, например, работают, все мы платим налоги. Все это понимая, мы скидку делаем малоимущим. Потом у нас имеется постоянный клиент, который из года в год приезжает. То есть им это все нравится. Потом здесь широчайший ассортимент. То есть всегда человек может поговорить, это не торговый дом. Мы можем всегда скидку предоставить. Все в зависимости от потребностей людей. И тем не менее, даже учитывая скидку, каждый карандаш на вес золота. Поэтому приходится искать бюджетные варианты. Ведь кроме рюкзаков и канцелярии, необходимо купить одежду. Она тоже не отличается низкой ценой. К примеру, костюм на первоклассника начинается от 12 тысяч тенге. Расходы, конечно, большие. Примерно от 100 до 300 тысяч тенге. Многодетным семьям особенно тяжело. Тем не менее, мы стараемся все купить, пока есть возможность, чтобы дети были полностью готовы к школе. Учебные принадлежности вышли на 40-45 тысяч. Купили на троих детей. Хотя планировали на двоих. Еще нужен костюм, спортивная форма, другие вещи. Брюки, рубашка. Где-то на 200 тысяч все выйдет. Вот закупаемся. На самом рынке торговля идет, но уже не так, как раньше, говорят продавцы. Если еще лет пять назад за торговые места тут, условно говоря, боролись, сегодня многие уходят сами. А все потому, что большую конкуренцию составляют онлайн-магазины. Да и к тому же уличная торговля сбивает цены. Люди не понимают, что он берет 10 тетрадок, если даже на 5 тенде будет дороже, то это всего 50 тенде. А пластилин, который вот, например, здесь стоит 600, ну, я примерно говорю, то там он будет уже на 100, на 150 дороже. И все вот это мелочевка. А люди привыкли, как раньше, в свое время брали по 100 штук в тетради. Вот тогда что-то это по карману пило. А сейчас 10, ну, максимум 20 берут. И поэтому это ничего. Несмотря на трудности, родители стараются создать для своих детей все условия. Ведь 1 сентября – это всегда волнительный и долгожданный праздник. Впереди новый учебный год. И самое главное, чтобы дети получили качественные знания. Олег Великий, Алтынбек Тынышкалиев, Кинжибек Салыхов, Акжай, Какпарат.